Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ввиду того, что вопрос достаточно интимного характера, вот я не буду его засчитывать целиком. Вот. Предполагая, что автор вопроса будет меня слушать, да, вот, ну, скажу только, что связано это с интимной сферой, связано это с возбуждением, вот, и, соответственно, здесь идет корреляция этого самого возбуждения с раздражением. Вот. То есть в жизни автора вопроса складывалось так, что раздражение, когда чувствовалось раздражение, то оно вливало в свое возбуждение, вот. Били попытки, значит, с этим что-то сделать медикаментозно, потому что это мешало жить. Но, как бы, попытки были, ну, ни к чему это не привело. С раздражением, со временем, автор вопроса научился справляться, ну, вот, то есть перенаправлять энергию раздражения в другое русло. Вот. Вот. Но, опять же, ввиду некоторых интимных особенностей, да, возбуждение осталось. Вот. Теперь автор пишет, что, узнав, что это грех, были попытки его побороть, вот, но, соответственно, начались проблемы со сном. Вот. Значит, что автор спрашивает? Есть ли какая-то информация? Информация есть, вероятно, у сексологов. Вот. Я бы, я бы не назвал это болезненностью, потому что очень часто, очень часто возбуждение нам дано. Вот. Вот. Возбуждение нам даётся для того, чтобы как раз снять напряжение. Вот. Возбуждение нам даётся для того, чтобы напряжение, которое мы испытываем, снизилось. Вот. Я думаю, что это абсолютно естественный процесс для некоторых людей. То есть не для всех. Не для всех. Но для некоторых людей вполне нормально. Как минимум, я могу сказать, что в моём опыте, скажем так, вы не первый человек, который с этим сталкивается. Вот. Ну и я в целом не думаю, что вы несколько по адресу обратились в этом смысле, спрашивая, например, больны ли вы или нет. Потому что, опять же, я не думаю, что психологи, да, могут кого-то, ну, нарекать, вот, наверное. Наверное, ну, такое слово выберу, да, нарекать. Кого-то, ну, больны, на мой взгляд, это, мягко говоря, некорректно, на мой взгляд. Вот. На мой взгляд, мягко говоря, это, ну, как-то обесценивающе по отношению к человеку, да. И мне бы вот очень не хотелось рассуждать о таких критериях, как больной, не больной. Дальше. Что с вами не так? Что с вами не так? Спрашивает автор. Я не думаю, что это корректный вопрос, потому что я думаю, что здесь смещалось несколько факторов. Первый фактор заключается в том, что вы часто, ну, сталкивались с раздражением, вы часто сталкивались с злостью. Вот. Ну, не каждый человек, да, имеет такой опыт, не каждый человек, ну, имеет в, значит, в своём опыте частое, частое взаимодействие с раздражением и злостью, вот, ввиду того, что человек не всегда, не всегда может иметь возможность как-то обратиться с раздражением и злостью, вот, у него не всегда есть. Для этого ресурсы будем честны. Вот. Будем откровенны. Будем откровенны в этом. Не всегда есть. Не всегда есть возможность. Вот. То, соответственно, здесь в дело вступают особенности вашего, как мне видится, организма, да. Вот. И некая такая, ну, если угодно, предрасположенность, да, то есть, ну, например, там, может быть какая-то большая склонность к возбуждаемости и так далее. Вот. Но данный аспект не делает вас больной и не делает вас какой-то ненормальной и так далее. То есть, это особенно всем людям просто, например, не сталкивается вы с таким большим, например, количеством раздражения, да, если бы вы не сталкивались с ним, вот, то, вероятно, и не было бы у вас такого опыта. Так что я бы не сказал, что вы прямо вот больна. Я бы не сказал, что вы больны. Дальше, значит, нужно ли это лечить? Ну, на мой взгляд, это решать исключительно вам, в смысле того, что я не сексолог и именно в физиологической стороне вопроса не могу дать какую-то обратную связь, да. Вот. То есть, если вы, ну, допустим, как-то чувствуете и ощущаете, да, что вам это мешает, то есть, если вот по вашему мнению качество жизни падает у вас от этого, вот, то да, вы, конечно, можете что-то сделать. То есть, можете обратиться к врачу, да, можете попробовать какие-то другие, ну, препараты. Вот. Вот. Это всё возможно. Это всё возможно. Если качество жизни ваше от этого не падает, вот, то, соответственно, я не особо вижу в этом смысла. Меня, честно говоря, вот, несколько смутило то, что вы пишете, что это грех и как бы не сомневаетесь в этом, да, вот. Вот. И если качество вашей жизни снижается только в этом плане, в плане того, что это грех, то, наверное, этот вопрос, при условии, что вы верующий человек, надо бы обсудить с священником, ну, с представителем конфессии, к которой вы, ну, себя относите. Вот. На мой крайне дилетантский взгляд, на мой крайне дилетантский взгляд, я подчеркиваю, дилетантский взгляд, а грехом не может считаться то, что непроизвольно. То есть то, что не контролируется, не может считаться грехом. Вот. Поэтому говорить о том, что это грех и что это грех, ну, на мой взгляд, несколько здесь неуместно и несколько здесь некорректно. Вот. Потому что вы, как бы, сами, да, не рады этому, вы сами от этого тяготитесь. Вот. И если человек испытывает ярко выраженный физический дискомфорт того, что не происходит, и у него по факту только одна единственная возможность и возможность как-то вот не страдать, да, то как избавление от страдания может быть грехом. Вот. Но это, на мой дилетантский взгляд, я повторюсь, вам здесь нужно пообщаться именно со священником. Я не знаю, как это происходит. Вы, если бывали на исповеди, на исповеди, вы наверняка знаете, как это происходит. Вот. А только хочется, наверное, сказать, опять же, я в этом не разбираюсь. Вот. Но, может быть, есть разница между исповедью, исповедью, да, то есть позиционированием себя как, ну, грешника, и простым разговором со священником, с целью выяснить некоторые нюансы. Вот. Так что, если вот такие какие-то тонкости есть, то, наверное, наверное, будет лучше, если вы обратите свое внимание на это. Будет лучше, если вы, ну, как-то вот в этом направлении поработаете. Вот. Вы спрашиваете, если это нужно лечить, то как? Это в раздел «Медицину» или, ну, да, если мы говорим про препараты, то это, наверное, в раздел «Медицины», вот, про лечение, это не в раздел «Психологию» точно, не в раздел «Психологии». Как к этому относятся мужчины? По-разному к этому относятся мужчины, по-разному. Дело в том, что некоторые мужчины видят в этом, ну, какой-то потенциал, да, то есть видят в этом, в общем-то, что-то позитивное, кто-то видит в этом негативное. То есть тут зависит от, наверное, самого человека. То есть, ну, в данном случае мне видится так, что обобщать, обобщать. Ну, наверное, не совсем правильно. То есть здесь вопрос, ну, вопрос ставится не так, как к этому относятся мужчины. А здесь вопрос ставится скорее, как к этому относится человек, как к этому относится личность, вот, понимаете? Если мы, условно говоря, берём человека с такой же моральной организацией, как у вас, плюс-минус, вот, то, ну, наверное, будет к этому относиться негативно. Если мы берём человека, который, например, не верующий, да, или верующий, но другой конфессии, то он будет относиться по-другому. Опыт восприятия человека из себя – всё это влияет на отношения. Поэтому мне кажется, что конкретно здесь, ну, вам все мужчины, наверное, напишут, что это здорово, это прекрасно, это круто. Ну, мне так кажется. Но это было бы, наверное, не совсем правда, потому что есть люди, которые к этому относится негативно, есть такие люди. «Это может помешать мне строить отношения?» – спрашиваете вы. Ну, опять же, зависит от человека. То есть, вот в моей парадигме, да, в моей парадигме какой-то, я не представляю, как это может помешать строить отношения. Но я встречал самые экзотические точки зрения, я считал самые экзотические какие-то позиции, да, самые экзотические, экзотические позиции, вот. И я бы сказал, что может помешать, может помешать. С определёнными людьми это может помешать. Вот. Но хочется сказать следующее. Если вам это и помешает, то помешать это вам может только с людьми, которые обладают определёнными особенностями восприятия себя. То есть, о чём я говорю? Это некая проблематика смазанки. Это некая проблематика отношения к себе. Это некая особенность отношения к женщинам. Вот. То есть, вот какие-то такие вещи, да, на самом деле могут помешать. В остальном? В остальном? В остальном я не думаю, что может это помешать. Вот. А если человек в себе уверен. Если человек знает, ну, чего он хочет. Вот. Я не думаю, что вам это вот как, ну, как-то помешает строить отношения. В определённых случаях, в определённых моментах, это даже может вам пойти на пользу. Вот. Ну, если к этому как-то вот относиться, да, может быть несколько иначе. Как к этому относитесь вы. А сейчас. Вот. Тогда, тогда, в принципе, на мой взгляд, всё будет хорошо. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого-самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что это было для вас полезно и интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...